МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 30 апреля 1909 года по старому стилю исполнилось 50 лет со дня кончины писателя Сергея Тимофеевича Аксакова. Эта дата не прошла незамеченной. Все мыслящее общество, независимо от воззрений, сочло своим нравственным долгом воздать дань памяти этого благородного человека и сына Отечества. Во всех, даже в самых глухих уголках России, были вознесены молитвы о том, кто так много сделал для русского человека. И поэтому навеки будет предметом национальной гордости. О, где ты, край его заметок, край ожиданий и тревог. Все тот же омут в тьме из веток, рыбачьи грезы уголок. Жива ли мельница седая, толчет ли, мелит, как при нем зерно золотое поглощая, шумя тяжелым колесом. Все та же скромность, но не скука. Все те же степи и леса. Простор для дум Багрова внука. Запечатленная краса. В 12 часов дня в Тихвинском храме Симонова монастыря, где погребен Аксаков, была отслужена заупокойная литургия по усопшему. На литургии присутствовали внук писателя с семьей, губернский предводитель дворянства, московский городской голова, воспитанники учебных заведений и почитатели памяти писателя. В окончании литургии все, кто присутствовал на ней, отправились к могиле писателя, где стоялась панихида. В начале ее законоучитель Константиновского межевого института охарактеризовал облик выдающегося русского писателя. После этого были произнесены многие речи и возложены венки на его могилу. Можно смело сказать, что не было в этот день такого общественного учреждения, где не вспоминали бы Аксакова. Но особенно близко этот день приняли к сердцу два города – Уфа и Самара. И в этом нет ничего удивительного. Ведь в Уфе Аксаков родился, а с Самарой был связан на протяжении всей своей жизни. В память о великом земляке уфимцы решили создать народный дом имени Аксакова. После заупокойной литургии в соборе крестный ход отправился к месту освящения, где стоялся молебен с водосвятием. Среди прочих на молебне присутствовала и внучка писателя Ольга Григорьевна. В тот же вечер в местном саду состоялся Аксаковский литературно-музыкальный вечер. С особым трепетом чествовали память писателя и самарцы, помнившие о том, что некогда дед Аксакова, решив перебраться из своего симбирского поместья на новые места, избрал местом нового имения берег Бугуруслана, где провел оставшуюся жизнь. В этих местах Сергей Аксаков и нашел вдохновение, которое подарило нам те произведения, которые обессмертили его на многие и многие годы. За престолы в мире пусть льют бранну кровь, Я на тихой лире буду петь «Любовь». Не любя на свете, лучше умереть. Есть ли что в нас злее друг друга губить, Есть ли что милее пламя налюбить. Не любя на свете, лучше умереть. В юности ль прелестной, должно тигром быть. Нет, Творец небесный, создал нас любить. Не любя на свете, лучше умереть. Сладких восхищений, счастья богов, райских наслаждений, Ты, Творец, любовь. Не любя на свете, лучше умереть. Помня о тесной связи Аксакова с Самарским краем, Самарское дворянство предполагало 30 апреля почтить память писателя в присутствии представителей аксаковского рода. Но по просьбе внуков Сергея Тимофеевича, чествование памяти их деда в Самаре было перенесено на середину июня. В день же полувековой годовщины со дня кончины писателя здесь, в доме дворянства, состоялась панихида в присутствии высшей губернской администрации, предводителей дворянства, членов Аксаковской комиссии, самарских дворян и их семейств. Но самарцы решили не ограничиваться одними только словами. По их мнению, память о таком человеке, как Сергей Тимофеевич Аксаков, должна была быть деятельной памятью. При общем сочувствии дворян всех уездов и энергичной поддержке губернского предводителя дворянства Александра Наумова, самарские дворяне приобрели Аксаковскую водчину в Бугрусланском уезде величиной в 391 десятину и приступили к реставрации дома и усадебного парка. Кроме этого, по инициативе самарских дворян был устроен так называемый кружок трудовой помощи и оборудованы учебные мастерские имени Аксакова, а также учреждена Аксаковская стипендия в университете. А вот Самарское городское управление провело музыкально-литературное утро с участием учеников городских школ и присвоило имя Аксакова одному из скверов. Но главной задумкой самарцев стал музей имени Аксакова, открыть который решили здесь же, в Дворянском доме, как называли Самарское дворянское депутатское собрание. Работы по организации этого музея начались загодя. И в апреле 1909 года о будущей Аксаковской комнате говорили как уже о том, что совсем скоро станет реальностью. Все хорошо в природе, но вода – красота всей природы. Вода жива, она бежит или волнуется ветром. Она движется и дает жизнь и движение всему ее окружающему. Разнообразны явления вод и непонятны законы этого разнообразия. Из многих ручейков составляются речки. Одна бежит по глубокому лесному оврагу, наливая попадающиеся на пути янки и рытвины, и образуя из них небольшие комуточки. Другая речка бежит по ровной долине или по широкому лугу. Но есть особенный вид рек, который по объему текущей воды должен причислить к речкам, хотя при первом взгляде они могут показаться гораздо большей величины. Это реки степные. Если взглянуть на такую реку, извивающуюся в степи с высокого места, что случается довольно редко, то представится необыкновенное зрелище. Точно на длинном бесконечном снурке, прихотливо перепутанном, нанизаны синие яхонты в зеленой оправе, перенизанные серебряным стеклярусом. Текущая вода блестит, как серебро, а неподвижные омуты синеют в зеленых берегах, как яхонты. 16 июня 1909 года в Самарском дворянском доме состоялось торжественное открытие музея имени Сергея Тимофеевича Аксакова Аксаковской комнаты. На открытии присутствовала внучка писателя Ольга Григорьевна, Самарский губернатор Якунин, вице-губернатор Свидерский и другие почетные гости. Отныне музей был открыт каждый присутственный день с 10 утра до 3 часов дня. Чудом уцелевшая книга посетителей Аксаковской комнаты сохранила уникальные автографы тех, кто бывал в ней. Среди посетителей и самарцы, и гости из других городов, и обеих столиц. Это кандидат прав Александр Александрович Смирнов, артистка Зинаида Славянова, архитектор Александр Щербачев, потомственный дворянин, член государственной думы Владимир Львов, Петр Столыпин, Ассоргины, Наумовы, Шалашниковы, Орлова-Давыдовы, кажется, вся дворянская, да и не только дворянская Россия, которой суждено совсем скоро исчезнуть с лица земли и умереть на чужбине, собралась в эти годы в Аксаковской комнате. Собралась, чтобы поклониться памяти писателя, который знал о русском человеке что-то такое, что не было известно больше никому на свете. Что это была за тайная тайна, приоткрытая ему уфимскими и самарскими степями и степными речушками, полевыми цветами и травами. Рассказала ли ему о ней ключница Пелагея или дед Степан Михайлович, который перебрался из Симбирского имения на берега реки Бугаруслан. Что это была за тайна, так сразу и не скажешь. Но не она ли сделала Аксакова тем самым Аксаковым, спокойным, мудрым, умеющим прощать и просить прощения. Прощать мои светлые и темные образы, мои добрые и злые люди, в которых есть и худое, и доброе. Вы были не герои, не известные личности, но во всех вас жила поэзия. Да не оскорбиться же память о вас никаким легкомысленным словом. Я сказал о воде, что она краса природы. Почти тоже, можно сказать, о лесе. Из всего растительного царства дерево более других представляет явление органической жизни и более возбуждает участие. Его огромный объем, его медленное возрастание, его долголетие, крепость и прочность древесного ствола, должны бы, кажется, внушать уважение и пощаду. Но топор и пила промышленника не знают их. Я никогда не мог равнодушно видеть не только вырубленные рощи, но даже падение одного большого подрубленного дерева. Многие десятки лет достигало оно полной силы и красоты, и в несколько минут гибнет нередко от пустой прихоти человека. Аксаковская комната является хранилищем документов и других предметов, относящихся к семье Аксаковых. Будучи филиалом областного музея, подкровлей общества археологии, истории, этнографии и естествознания, комната может дать некоторое представление о той обстановке, в которой жили Аксаковы. Это описание бывшего музея имени Сергея Тимофеевича Аксакова было составлено в марте 1928 года. К этому времени никакого дворянства уже не было и в помине. Аксаковская вотчина в Бугрусланском уезде подверглась разграблению, а музей писателя был сложен в коробки и ящики и выселен из своего дома в чужие квартиры. По настоящему времени архивная опись содержит около 500 номеров. Сюда не входят портреты, фотографии, мебель и некоторые другие вещи. Как только архив будет полностью разобран, начнется его прерванное опубликование, которое является нашей первоочередной задачей. Аксаковская семейная мебель, кресло, диван, на котором любил отдыхать бывавший у Аксакова Гоголь, рисунки, эскизы, портреты, рукописи. Все это совсем скоро покинет Самару и будет отныне храниться на Невских берегах, в Кушкинском доме, вдали от берегов Волги, где в июне 1909 года открылся первый Самарский литературный музей, посвященный памяти великого старца. Спасибо, старец прозорливый, за чары чистые твои, тобой любить родные Нивы я научился, и ручьи. С вами был Михаил Перепелкин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова